Аварийную посадку совершил пассажирский лайнер авиакомпании Якутия. Судно вернулось в аэропорт вылета. В Ленский район требуются кадры рабочих профессий. В год содействия занятости планируют трудоустроить якутиан из разных районов Якутии. Пересмотреть квоты для рыбаков Алданского района решено на встрече с народным депутатом. Это новости в прямом эфире в студии Юлия Велиходная. Аварийную посадку сегодня утром в Благовещенске совершил пассажирский лайнер авиакомпании Якутии. По словам очевидцев, у самолета работал только один двигатель, сообщает Амур-Инфа. Речь идет о рейсе номер 498 Благовещенск-Якутик. Самолет вылетел в столицу Якутии, но был вынужден вернуться. В аэропорт оперативно прибыли спецслужбы. Посадка прошла нормально, пострадавших нет. Назначено расследование. Самолет Ан-24 авиакомпании Якутия, выполнявший рейс 498 по маршруту Благовещенск-Якутик, по технической причине был вынужден вернуться в аэропорт вылета. В 10.30 по местному времени самолет Благополучен совершил посадку в аэропорту города Благовещенск. На борту находился 31 пассажир, 4 членов экипажа и 327 килограммов багажа. Вылет резервного воздушного судна Ан-24 ожидается из Якутска в Благовещенск в 13.30 и из Благовещенска в Якутск в 18.00. Для расследования причин вынужденной посадки самолета создана специальная комиссия. Авиакомпания Якутия приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. В Ленский район требуются слесари, токари, электромонтеры, газоэлектросварщики, повара, водители, врачи, учителя и строители. В год содействия занятости здесь планируется провести значительную работу. Ленский центр занятости ежегодно трудоустраивает около половины своих клиентов. Зачастую предприятия привлекают на работу жителей других регионов, предпочитая вахтовый метод работы. Подобная ситуация складывается не только в Ленском, но и в других районах республики. Чтобы защитить местный рынок труда, руководитель региона Егор Борисов в начале 2017 года подписал указ о запрете привлечения иностранной рабочей силы по отдельным видам экономической деятельности. В конце прошлого года этот список был дополнен. Более 80% россиян намерены пройти на выборы президента. За месяц до выборов уровень информированности избирателей близок к максимальному. Предварительно лидером президентской гонки остается действующий глава государства Владимир Путин. Высокой остается и декларируемая явка. Пройти на участки и проголосовать собираются чуть более 80% граждан. Это очень высокий уровень гражданского участия по сравнению с предыдущими годами. Еще 11% пока не определились и решения примут ближе ко дню голосования. О нежелании идти на выборы заявляют около 7% респондентов. Оставшаяся малая часть выразила нежелание голосовать в этом году. Опрос проводился путем телефонного интервью. В Нерингре отремонтируют железнодорожный вокзал. Глав госэкспертизы России дала положительное заключение по документации. Капремонт здания вокзала пройдет в рамках программы развития пригородного и вокзального комплексов в границах дальневосточной железной дороги. Кроме ремонта также будут созданы необходимые условия для передвижения людей с ограниченными возможностями. Отметим, что Нерингринская станция была открыта в 1984 году. Это одна из трех независимых станций, расположенных в городе и самое значимое для Южной Якутии. В год ее открытия было запущено и пассажирское движение от Нерингре до Тынды и других городов Советского Союза. Отработали 2017-й хорошо. Об итогах прошлого года отчитались в авиакомпании «Алроса». Там, в день 95-летия гражданской авиации, прошло собрание хозяйственного актива. Авиапредприятие не только пополняет парк воздушных судов, но и вскоре начнет их самостоятельно обслуживать. С какими еще итогами пришли авиаторы к началу 2018-го, расскажет моя коллега. В 2017-м году парк авиакомпании «Алроса» пополнился новыми «Боингами». Они пришли на смену устаревшим Ту-134 и Ту-154. И так получилось, что это послужило толчком к еще одному немаловажному решению. Долго шли к определенному решению, становиться ли нам, как оператору, непосредственно участникам деятельности по поддержанию летной годности в соответствии с международными правилами. Но решение о том, что нам необходимо расширять парк воздушных судов для замены оставшихся самолетов Ту-154 и Ту-134, нас подтолкнуло к тому, что это решение оправдано. Самое главное, более прогнозируемое – выполнять техническое обслуживание на достойном уровне, на требуемом уровне в соответствии с европейскими правилами. Для этого авиапредприятию осталось лишь получить соответствующий сертификат. Именно он дает право на техническое обслуживание самолетов. Другой не менее важной задачей стала разработка программы по обновлению авиапарка. Но здесь сложнее. К примеру, стоимость одного вертолета около полумиллиарда рублей. Поэтому их покупка – вопрос небыстрый. Многие пускорпорации, которые являются сегодня лидерами или заказчиками данных типа воздушных судов, они ставят определенные требования, такие, как, например, чтобы воздушное судно было не ранее 2015-го, там, в этом выпуске, или ему должно быть не более 25 лет. К сожалению, кроме наших четырех вертолетов МС-71, все остальные мы не попадаем под этот критерий. Но здесь надо находить определенный баланс, потому что без этого, без замены марки вертолетов Ми, лично для нас складывается впечатление, что будущее в развитии, оно не будет просто остальным миром. И все же больше говорили о приятном. Например, о том, что повысился уровень обслуживания пассажиров. Авиакомпания «Алроса» в 2017 году вошла в рейтинг авиаперевозчиков с самым вкусным питанием на борту. В 2018-м в планах у руководства предприятия и дальше держать в прямом смысле слова высокую планку. Мария Урцева, Ксения Исламова, Руслан Фаткулин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Оказать неотложную помощь в пути теперь могут врачи Айхальской поликлиники. Медики получили новую машину скорой помощи. Автомобиль оснащен современным медицинским оборудованием и способен передвигаться по разным дорогам. Лично новую скорую оценили члены правительства Якутии. Аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор с функцией электрокардиограммы, медикаменты, санитарные носилки и целый набор необходимых мединструментов – это все в одной машине. Теперь фельдшеры Айхальской поликлиники могут оказать неотложную помощь по пути в больницу. Новый автомобиль поступил в учреждение по программе развития моногородов. Мы очень счастливы, что существуют такие программы моногородов, что мы получили эту машину долгожданную. И у нас теперь автопарк обновлен, укомплектован. И машины, конечно, хорошего уровня, диагностическое оборудование, реанимационное оборудование – все на благо поселка. Оценить преимущество нового автомобиля скорой помощи смогли не только медики, но и водители. Новая техника способна передвигаться по разным дорогам. Отличает автомобиль и мощный двигатель. Ни почем новой скорой, любой мороз и непогода. Оборудована уже предпусковым подогревателем. Также она оборудована кондиционером. Это на летний период эксплуатации. В салоне есть также дополнительный блок управления отопителями салона. Поговорить с медперсоналом и осмотреть новый автомобиль лично смогли члены правительства Якутии. Чиновникам показали скорую внутри. Рассказали о преимуществах медоборудования. В 2016-2017 году реализуется программа поддержки отечественного автопрома. В ее рамках мы в 2017 году получили 22 автомобиля. Получили 6 автомобилей непосредственно для моногородов. И вот в частности Айхалу как раз в прошлом году и в этом году по одной машине досталось. Россиян будут штрафовать, если мигрант вовремя не вернулся на родину. Правительственный законопроект об этом внесен на рассмотрение в Госдуму. Кроме того, штраф будет накладываться, если иностранец при въезде в Россию указал одну цель визита, а занимался здесь совсем другими делами. Размеры штрафов пока гуманные. Физическим лицам придется в этих случаях заплатить не больше 4 тысяч рублей. Глажностным до 50. Юрлица отдадут до полумиллиона рублей. Как говорится в пояснительной записке к документу, сейчас иностранцы часто нарушают режим пребывания в России. Законопроект распространится на мигрантов из визовых стран, поскольку для иностранцев из безвизовых государств, например, стран СНГ, никакие приглашения не требуются. Они могут въезжать в Россию свободно и с любыми целями. Поставить вопрос о пересмотре квот для рыбаков-любителей Алданского района. Такое решение принято на встрече народного депутата Ольги Балабкиной с рыболовами. Местные рыбаки выразили обеспокоенность приказом Минсельхоза России, который вступил в силу в начале года. Квоты распределены на весь перечень видов рыб, вводящихся на территории республики. Но не все из этих видов рыб обитают в быстрых водах горных речек Алдана, отметили рыболовы. Они уточнили, что квота на Хариуса, основную рыбу в данной местности, установлено в размере 5 штук на рыболова в день. На карася норму установлено в 250 штук, но мест обитания карася в районе Алдана-Учурского хребта практически нет. Алмаз Алроса уверенно вышел на первую встречу турнирной таблицы. Первенство России на прошлых выходных. Мирненские футболисты встретились с московской командой КПРФ. Как сегодня обстоят дела у команды, смотрите в материале наших коллег. Четыре игры с главными соперниками и ни одного проигрыша. Мирненский клуб Алмаз Алроса с начала января проводил матчи со своими основными конкурентами в борьбе за звание чемпионов. И сегодня алмазовцы уверенно лидируют в турнирной таблице. «Хотелось бы, конечно, до конца чемпионата сохранить это место. У нас ближайшие игры, две игры в Казани, потом игра с Рязанью. В принципе, непростые игры, выездные и тяжелые, потому что те команды борются за четвертую путевку, чтобы попасть в финал». К сожалению, нирненцев преследует череда травм. На последнем матче команда не смогла рассчитывать сразу на нескольких своих игроков. «Последний матч играли, у нас было трое травмированных с КПРФ. Матч начинался тяжело, мы начали проигрывать 2-0. Но потом все стало хорошо, мы сравняли счет и вышли вперед, и выиграли матч, довели до конца». До конца первенства России по мини-футболу осталось два месяца. Сейчас перед футболистами Алмаз Алроса стоит лишь одна задача – безоговорочная победа. «Осталось не так много игр, и они тоже будут непростыми, особенно в Казань сейчас будет выезд у нас с Ядраном. Но думаю, что должны остаться на первом месте, должны бороться и побеждать чемпионат, регулярный чемпионат, выходить в плей-офф с первого места». Сейчас мирненские футболисты готовятся к выездным играм. А в марте болельщики Алмаз Алроса увидят любимую команду на домашней площадке. 10 марта любители мини-футбола ждет якутское дерби. Во дворце спорта «Кимберлит» алмазовцы выйдут на паркет с якутской «Зарей». Анна Винокурова, Илья Сосухин, телеканал «Алмазный край». Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин